Уже высветилось пятерка наиболее, получивших большое количество предварительных голосований. Из нашего списка скажу, что, например, второе место в претенде знаменитый кандидат Владимир Чагин, отчаянно известный в России спортсмен, представляющий крупную промышленную организацию КАМАЗ, гигант автомобилестроителей. Он активно участвовал в дебатах, ему очень интересно слушать, какие вопросы поднимал по защите человека труда, работников промышленных. Приятие нашей республики полагает, что люди осознанно, в смысле, как говорится, с формом создания, отдавали на осознание войны. Например, Агмина Наскерова, молодая женщина, молодой кандидат, предприниматель, которая встала на защиту интересов учителей, воспитателей, работников образования. Он целый, значит, системный подход с ее стороной группы, для нас, в случае поддержки ее уже в сентябре этого года, на самом выборе. Конечно, с этой программой идет, и она востребовала чувствовать злость. Третий в рейтинге Марат Батвич Ахмед, лицепремьерный министр сельского хозяйства, руководство нашей республики. Неудивительно, абсолютно многие его работают через хозяйство. Залегу, надеюсь, и уверен, что большинство представителей сельских районов, поскольку он знает, что были основу сельского хозяйства и жилья для села. И он как раз на эту тему и выступал на этих дебатах, а поделывал тем оппонентам, которые здесь что-то с ним не соглашались. Хочу сказать, что Решат Аминов – лидер, мнению которого прислушиваются. Ну, наверное, его популярность еще известна тем, что он сегодняшний лидер, так и часто выступает в Консиденте государственного совета и комитета. Но он еще и еженедельно подводит итоги, делал в республике Катарстан в программе «Семь дней». А кто был первым местом занял? Фарик Харькович Мухаммедович, он первое место занял. За что он? Он специально задает вопрос, чтобы из ваших уст услышать. Ясно. И можно тогда звучать о первых десятках, а то очень как-то… Вы, коллеги, здесь уже не сказали по времени, у нас про это короче спешит. Мы сегодня провели заседание комитета, мы определили рейтинг, то есть все цифры по каждому… Нет, мы определили рейтинг. Рейтинг? Нет, мы засвидетельствовали. Да, то, что вы сказали. На счетных участках, то есть по средствам бюллетеней, голосовало 398 196 избирателей. Электронным способом воспользовались 1842 избиратели. Таким образом, в общей сложности в предварительном голосовании приняло участие 40038 избирателей. Как раз это и составило 13,6% от общего количества избирателей в Республике Тарстан. У каждой фамилии есть цифра, рейтинг. Все это мы обязаны по положению разместить на сайте. Так что в течение дня сегодня все результаты будут. И еще раз говорю, это чаяние, это обновление, это омоложение, это какая-то востребованность обновления, в том числе и партии «Единая Россия», кандидатов, депутатов государственного Совета Республики. Рейтинг практически получился большой. И надо сказать, что этот рейтинг мы, безусловно, сохраним и берем за основу при рассмотрении этого вопроса на президенте регионального отделения политической партии. Будем операции никаких изменений уносить там не намерены. Продолжение следует...